Всем привет! В этом видео мы продолжим заниматься построением зубчатых колес во Fusion 360. Для начала давайте перейдем на сайт Autodesk App Store. Проще в поисковой строке, скажем, в том же Яндексе вбить Fusion 360 App Store и попадете сразу на эту страничку. Здесь в строке поиска предлагаю вбить слово gear по-английски шестеренка, нажать поиск, ну и здесь выбрать отображение 96 элементов, чтобы собственно все приложения найденные показывались на одной страничке. Не знаю почему такая особенность, по умолчанию он показывает почему-то только 5, хотя здесь стоит 24, ну ладно пусть. Самое интересное это вот это приложение FM Gears, ну и дальше они собственно строятся по количеству похожих отзывов что ли. Следующий по, скажем так, по интересу, по полезности будут вот это приложение Helical Gear Generator и вот Helical Gear Plus. Но, наверное, в этом видео мы их рассматривать не будем. Итак, переходим, соответственно, на эту страничку, нажимаем здесь Download. Да, здесь только версия для Windows есть. Тут можно почитать описание программки, ну как-то вот так. Так, нужно будет залогиниться сюда под своим аккаунтом Autodesk, соответственно, вы скачаете, нажмете установить. И сразу при перезапуске Fusion у вас во вкладке Create появится вот такая вот кнопочка FM Gears. Соответственно, ее можно нажать. Появляется вот такое диалоговое окошко. У нас есть возможность выбора, скажем, трех построений. Это зубчатого колеса с внешним зацеплением, внутренним и вот такой вот рейки зубчатой. Давайте продемонстрируем. Собственно, здесь очень похожи настройки на те, которые были, скажем так, в скрипте Spurgear, который находится вот здесь. Так, запущу его на всякий случай. Вот. Я это рассматривал в прошлом видео. Так, меню. Так, давайте вернемся все-таки к FM Gears. И посмотрим. Здесь, значит, у нас есть Hall диаметр. Это, значит, центральное отверстие. Пусть будет 5 миллиметров. Вставляем здесь метрическое. Здесь 20 градусов. Значит, это у нас угол сцепления. Сцепление. Модуль зацепления пусть будет 2 миллиметра. Количество зубов будет 20. Значит, Fillet Radius Root. Это у нас скругление в основании зуба. Ну и толщина нашей шестеренки пусть будет 10 миллиметров. Хоп. И произошло построение нашей шестеренки. Итак. Толщина 10 миллиметров. Внутренний диаметр 5 миллиметров. Ну, так. Это у нас, кстати, делительная окружность. Итак. Построим второй элемент давайте. Значит, колесо с внутренним зацеплением. Так. Здесь зацепление, значит, у меня 20. Давайте. В смысле, 2 миллиметра. Количество зубьев пусть будет 40. Укажу. И здесь такая подсказка есть, чтобы, скажем, прочутить это колесо, нужно хотя бы внешний диаметр 85 миллиметров. Давайте введем 85. И у нас появляется окей. Так. Нажму. И построилось вот такое вот зубчатое колесо. Так. С помощью move, пожалуй, возьму и перемещу все это наверх. Вот. У меня здесь совпали. Да, блин, все совпало. И зацепление получилось. И делительная окружность все соприкасается. То есть, эти два колеса находятся, скажем, в правильном зацеплении. Ну, нажму окей теперь. И посмотрим на, значит, третье, скажем так, менюшку. Так. Давайте для разнообразия высоту здесь сделаем 20. Модуль также 2. Кольца зубьев 40. Радиус кругления. Толщина по десяточке. Все. Нажму окей. Так. Ну, немножко придется. Ну, собственно, вот. Высота, которую я вводил. 20 миллиметров. Ну, толщина 10, как и все эти шестеренки. Так. Давайте немножко подвинем все это. Ну-ка, если на 90 градусов. Ну. На глаз лучше, конечно, так не делать. Использовать какую-нибудь вспомогательную геометрию. Там, через Align, например. Вот. Но в целом, здесь достаточно показательно все. Сейчас немножко подвину еще, конечно. Вот так. Лучше, конечно, использовать инструмент Inspekt, скажем. Смотрим расстояние здесь. Ну, вот 0.53. Соответственно, на это расстояние нужно будет подвинуть, скорее всего, либо шестерню, либо вот эту рейку. Наверх. Тогда они... Вот эти пунктирные линии будут, скажем так, соприкасаться в одной точке. То есть, скажем так, эта линия от реки будет идти по касательной к делительной окружности нашего зубчатого колеса. И будет нам счастье. Ну, собственно, вот такие вот элементы позволяют в пару кликов строить данное приложение. На мой взгляд, можно таким образом собрать какой-нибудь планетарный редуктор, попробовать. Ну, собственно, наверное, на этом я данное видео буду заканчивать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. До новых встреч.